всем большой привет и добро пожаловать в новое видео сегодня вместе с вами я хочу нарисовать кришну в индуизме это верховная личность бога я сейчас увлекаюсь религиями я уже об этом говорила и собственно это конечно же отразилось на моей истоковой жизни да мне хочется рисовать то чем я именно сейчас увлекаюсь не будем много болтать и приступим к рисованию и начинается у меня все с весьма веселого процесса так как я не профессиональный художник мне как-то так тяжело свизуализировать прям образ человека в голове то я делаю какую-то удачную фотографию потом выбираю лучшую и начинаю ее обрисовывать здесь начинается самый такой кропотливый самый скрупулезный процесс где мне необходимо ввести самые важные детали до которые я буду прорисовывать в принципе по фотографии это было обводить достаточно просто и уже вырисовывается какая-то будущая картинка да собственно что какие главные элементы будут на этой работе здесь я ускорю просто чтобы не тратить ваше время так в принципе это достаточно такой понятный процесс то есть я просто обвожу по контуру после того как я примерно все обвела кстати я вводила сразу закрытыми объектами то есть я нажимала alt да ну и по возможности объединяла то есть там где то есть чтобы можно было сделать заливку собственно что я сейчас и сделаю так как у меня это будет не просто контурная графика а именно объект да то есть я буду ему делать наполнение да буду делать стараться объем и так далее все мы это с вами посмотрим и сейчас мы конечно же видим ну что то прям очень страшное но тем не менее да то сейчас моя задача заключается на самом деле просто скажем так какая-то предобработка даже да просто каких-то объектов то есть выделение да то есть поставить все на свои места как-то все это сделать более-менее на что-то похоже то есть это абсолютно такая черновая работа на этом этапе могу поделиться своим опытом главное не отчаяться что я не удастник у меня ничего не получится ну по крайней мере меня эти мысли частенько одолевают когда на пост обработки до работы или просто на обработке все выглядит ну как-то прям очень печально и даже нету веры что из этого вообще что-то хорошее выйдет вот надо просто иметь веру в себя время и терпение дать терпение труд все перетрут поэтому на вот этом этапе да не обчаивайтесь что прям если у вас также как у меня будет выглядеть все ну прям мягко сказать не очень здесь я тоже ускорю потому что собственно все что я буду делать это просто подправлять контуры да где-то исправлять где-то выправлять и делать скажем так более ну похожее на что-то адекватное ватное Субтитры сделал DimaTorzok Вот я подправила какие-то основные моменты, и, конечно же, моя работа кажется очень недоработанной, но, по крайней мере, это уже похоже на какой-то силуэт человека. И сейчас, чтобы работа смотрелась интереснее, чтобы это все как-то заиграло новыми красками, я добавляю объектов, которые будут детализировать мою работу. Я, собственно, его ускорю, да, и эти уже объекты, скажем так, просто будут по тематике, да, в зависимости от того, какая была тематика. Так как на фотографии, да, скажем так, это называется релиз, да, и мы сейчас рисуем по релизу, и когда я буду загружать на стоки, возможно, я загружу фотографию, да. Иногда стоки требуют релиз. Вот. На релизе у меня из объектов реальных была только флейта, ну, потому что она у меня просто была физически. Вот. А сейчас просто я уже дорисовываю объекты, которые символические. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 цепочка таким образом можно скажем так размножить один объект можно поменять ему толщину за счет этого он немножко изменит свой вид далее по картинке мы будем ну частенько это использовать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем пока!